приветик опять ты опять ты что подучилась а чё у тебя это сзади фон поменялся ну знаешь бывает люди двигаются передвигаются зато у тебя ковер стабильность я знаю стабильность это за уху успеха люди на ковер смотрят и как-то проще себя ведут и более откровенно разговаривают ты мне скажи сколько у тебя за смену выходит сколько тебе платит ну спонсоры твои а у меня смотри контракт напрямую с байдена там помечественная оплата даже униформа есть это я вот как-то это посмотрю когда раша гудба или как-то тумалит саша да а твой канал как называется это называется найдешь может быть ну чё ты мне напрягаешь ну подскажи придется поебаться уже все знают это день не знаешь отстаешь ну ладно ладно давай как это за тобой с тобой очень классные ролики получаются спасибо тебе и это ну назови свой канал канал классные ролики с тобой получают назови свой канал как-нибудь тебя увидишь так я же хочу посмотреть на себя ну в рекомендации выдастся тебе может быть посмотришь там нет уже даже бабич ну пошел да ты чё так это очень понравился мой ролик с ним ты мне скажи это самое за за патриот чего у вас там гутарь я снизу за z патриотов я про них вообще практически не говорю мне не интересны ваши этот помойники помойники которые место даже у вас на россии хорошо а зам а чё за бахмут чё у вас там и за бахмут так хорошо пригожин вчера отчитался что типа они его наконец-то взяли 25 надеются что оттуда вы идут официального подтверждения от украины нету но я думаю что скорее всего там все уничтожено и наши стоят на границе потому что там живого места ни одного нет и я пока не мере с теми ребятами которые общался там говорили что там поэтому скорее всего вышли но на границах опять же стоят плюс по был по флангам идет и наше контрнаступление то есть окружение которые брали в кольцо но поэтому бахмут будете обратно забирать да да скорее всего опять же непонятно потому что наша система контрнаступления на настолько интересно что вроде как очах начала находится в одном месте поход остановит в другом поэтому всегда сильно я тоже думаю что-то как-то выпетляете там непонятно вспомни как как харьковскую область освободили то есть анонсировалась вроде как херсон 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 а потом хопа и четыре дня именно с харьковской области ну да 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 было дело было до чего отрицать короче это бахмут нас с другой стороны будете заходить теперь я думаю да цель же я думал даже если там будет наступление то скорее всего это мое предположение как обывателя который затем следить скорее всего возьмут кольцо то есть задача не дать выйти в группировку из кольца до конца ну то самое дело потому что штурмовать его смысла нету там нет укрепления никаких а какая протяженности там по карте смотрел этого бахмута пока небольшая не помню сейчас точно надо смотреть конкретно то есть ноги сделать вариантов не будет почему же есть конечно же тут же сама со сути российской тактики что если они где там где отступают они не кидают подкрепление китай подкрепление только там где есть потенциал наступления то есть если здесь они не отступают посредине то как правило по методичкам советской армии то не предусмотрено выхода из него методически советская армия еще действует уважаешь модернизированная система советских школ а эта информация стопроцентно проверены но она как бы даже по моему последний раз у вас в восьмом году пытались это что-то типа перейти на русские стандарты после совместных каких-то обучений но это было такое дело да но на таки не прижилось а почему очень много рекор нужно было делать офицеры которые проходили обучение этим загорелись им очень сильно понравилось но это пресекло и скажем так в зачатке за всю армию перестраивать у вас скажем так желание не возникло это вас тысячи тогда вы рассматривали во вариант вступления в над но тогда нужно все тех все техника переводить тоже на скидка то что огромные затраты также внесут поэтому согласно основополагающего акту вы собирались просто как быть партнерами нато и сотрудничать с ними совместных операциях то есть на этом уровне оставаться то есть не вступая в нато все равно быть как бы с альянса на так хороших отношениях но в итоге сам же сами же эти короче не разорвали у нее нет они прокатило а это что там за это америка в кипише шоу облака какой-то летит с европы облака радиоактивные а это что там америкос чуть-чуть там америкосы папа паникуют а это стать не слышал русская америка посмотри русская мир что за русская ну есть такое сейчас посмотрю есть и раша гудбай а есть русская америка в youtube русская америка да да типа youtube какой-то ну конечно какой youtube официальный канал русскоговорящих рашин америка тв ну что именно читать именно русская америка 23 2 или 3 дня назад а там от листа и посмотри там ну как новость называется я уже забыл как называется короче и там что-то паникует непонятно из-за чего давай веду так облака можем так видеть облака смерти зараженные тучи над головой угрозы радиации не знакома то изучать а вот а что что фокус его в россии заявили про радиационную точу над европой после удара по хмельницкому что не так с этим заявление что что за них что за словами секретаря рады нацбеспеки микола потешил сейчас быстро почитаю вон и начало бы пас и и здесь беден у родной хмара не подруга сездах от европы марта заглядно еще калют и в польше тачки шо говорят по поляки даже на атомном агентстве польши заявила что радиационный фон над польшей у норме подвышение радиационного фону было природным явищем и кенна и преувеличивала показки нормы поведомляете змей поведомлення узьми уведомления центра массовой информации есть неправдивая я думаю если мегатэ об этом не пишет они же монетарь даже информацию только только мегатэ 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 да если они об этом не пишут то наверное все в порядке плюс объединенный уран то что здесь указано он не радиоактивен вообще да вообще да ты знаешь его даже используют для брони ну да а чувство на пожаре роботы там работали может потому что есть роботы для потушения пожара узнаешь как бы современной технологии 21 век и и и сколько таких роботов на украине не интересует почему либо не интересует почему именно находится в том месте где такие боеприпасы находятся для перестраховки все таки запасник а вдруг что не то да ну да а это сам этому тоже интересный момент саня во фариде чё там последнее время я не слушаю почему меня не купится заметь из америки вещами он пророссийскими не интересны пророссийские пропагандоны понятно 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 ты его даже никому не рекомендуешь смотреть вообще не советую а 1 еврейский что таких называешь дети официальную информацию израиля первый еврейский канал и войске кому-ка загугли и что они говорят первыми ну поспать почитать расскажи у тебя хотел спросить аж последние новости не смотрел думал ты там прозондировал уже готовы вышел информационные на что на где-то пропагандонские бред не нет и не даже не интересуюсь ими этаж выживались надо все но банально ты что-то думает что вторая мировая закончилась 9 мая этаж как бы уже значок галочки так и не посмотрел она закончилась 2 сентября на линкорной миссури официально капитуляция японии 8 мая это не капитуляция германии давай до побачи не давай да здравствуй да привет да что когда у вас нормально вы откуда из украины ну я понимаю я вижу ты чё спрашиваете ну я между это город в карьков карьков понятно принял что у вас там куда шикарно я из москвы понятно ясно что у вас там хорошего да все хорошо активно дамбим щебекина вот недавно станков обстреляли наконец-то при граничке российской территории санк поконенько подъехал сделаешь 14 выстрелов отъехал назад то есть вы рады что вы убили пару человек ну ваши тут активно радовались найти называется кровная месть око за око вы хоть не мусульмане на кровной месте украинцев присутствует а то что вы своих украинцев украинцев убивали 9 лет где где на донбассе кто об этом знает кроме вас весь мир а где пожалуйста ну осуждение мирового сообщества что украина убивала своих людей где резолюция хотя бы он меня без резолюции не верю ничему откройте как такой страны как украина не существует а есть доказательства этим словом так вы зайдите на там есть украина там рядом с ней стоит звезды там есть украина молодой человек нету есть откройте сайту давайте вы до зайдете вас открыть сайт он да давайте просто жесть какая-то бывает такое ну куда мне смотреть на сайте он чтобы нет украины ну давайте посмотрим детская страна украина сейчас посмотрим давайте посмотрим список стран члены нации объединенных так видно пока вам да есть смотрим букву у наверно сразу нужно на у нажиму да ищем уругвай украина а при аскими пожалуйста ссылочку на сайт у н . орг а вот именно что он это сайт он нет это ваш стоит как называется европейский дайди и там глянь сейчас английская версия давай пожалуйста он . орг только н то же самое это русская версия сайта он здесь есть английский французский русский испанский китайский еще какой-то ну возможно ты где-то там что-то нашел на тебя наш любой русский блогер тебе раз ебет по полной я не буду ты можешь открыть сайт он и показать что там нет украины я не блогер есть еще раз понял уже сразу я знаю что ты блогер да что вы у тебя подписчиков тебя ты еще может быть там смотрит максимум у тебя наш любой блогер тебя разъебет тебя я разъебал я не историк я не историк а почему к тому что я открыл сайт оон ты молодец все давай зрители извините меня тоже я нормальный парень все отлично привет привет ты откуда я из города таганрога таганрог я из харькова очень приятно я семён олег твой ход о чем поговорим ну естественно войне ну о чем еще можно говорить от рулет давай давай рассказывай свою теорию бытия и чего именно ну как ты себе представляешь события на самом деле плохая россия хорошая логично что оккупант это плохо не так уж и плохо это было вариант тромированы советский союз считался оккупантом на территории германии это признавал так также на территории польши тут вопрос в другом кто первый напал есть международные есть международные законы которые все государства и россия в том числе как участник генераль генассамблеи участник совета безопасности должен соблюдать из простая резолюция 3314 если не ошибаюсь 80-х годов которые четко описываются что является агрессией что осуждается что делать нельзя россии я нарушил исключение что именно зелене выполнение этой ассамблеи есть резолюция то же самое он резолюция он не было когда и где россия проявил агрессию по отношению к украине гибридная она началась 20 февраля 2014 года полномасштабное сражение которое вообще признана 1 марта 2022 года генеральная ассамблея оон это то что произошло 20 февраля так а что зачем придумать зачем придумать его сейчас прекрасно работает россия вступила же уже идущий конфликт ну она не вступила в идущий конфликт она из него не выходила она после начала полномасштабное вторжение а кто это установил что россия уже в нем было а международный суд криминальный суд он международный суд а он имеет какую-то юрисдикцию над россией нет россия вышла из римского статута по моему в шестнадцатом году а еще кто не бы не признает юрисдикцию международного суда те кто не ходят в основном а сша входит сша не входит на нас ним считается а китай это не знаю армения армения статьи входит армения статьи входит основные государства которые решают на этой планете не признают нет америка признает как раз наоборот америка не входит в него но признает и с ним сотрудничает интересный факт то что армения в него теперь входит мне это хорошо а почему международный суд отказался от идеи преследовать сша за военные преступления какие по моему за афганистан или за ирака точно не помню наверно ну или претензии на ты ирак хотел сказать да ирак почему отказались наверное потому что америка взял ответственность на себя если ты по мне тоже информацию это более детально там америка считается со всеми с преступлением которые погибшие мирные населения и так далее и выплачивается них ну что так называемый назовем это репарациями хотя репарациям и лежит его на себя это как ну она признала свои поступки почему трамп сказал что не признает действия международного суда трамп сейчас президент когда был президент сказал что не признает тащится то президент войны ваня что сказал не за много чего говорить забываешь уговорил понял вот там же больше не президент не чашку жира скоро опять бы вот когда будет снова и снова это скажет тогда поговорим о то что кто-то когда-то это сказал ну извини меня не тогда мы это было чтобы у вас как бы путин тоже говорил о том что не будет крем отжимать путин говорил тоже то то что надо это друг но как бы тоже ситуации меняются что там и риторика меняется поэтому опять же где-то когда-то кто-то что-то сказал ну дружище давай вспомним как когда-то все континенты были одним целым и украина была составе советского союза кстати вот интересно как и россия законно ли законно ли украина вышла из состава советского среда вполне а на основании какого закона советского по моему 87 87 статья сейчас не спас не скажу тебе точно не да там же как смотри там же как смотри в девяностом году была резолюция государственной суверенитете республик советского союза потом связи с государственным переворотом 91 года так как в этом самом резолюции сразу снова конституции данных республик каждый из государства имеет право самостоятельно решать вопрос о своей территориальной целостности и безопасности связи с тем что советском союзе начался государственный переворот для соблюдения для убережения себя я не помню точную формулку на может лица мост это постановление на вот этом доступе украина приходит к решению выхода из состава советского союза это входило в конституцию но там был закон где была прописана процедура какая процедура выхода из состава советского союза еще раз смотри знаешь что такое юридическая лакуна правовый вакуум да конституция устроена таким образом что она не способна все предусмотреть есть момент когда указано что есть процедура но есть момент примеру когда указано что только по этой процедуре но есть также нюанс того что есть вопрос безопасности государства и государственности согласно безопасности государства украины имела право самостоятельно принимать решение оставаться составе советского союза чтобы участвовать в этом госпереброте либо не оставаться на приняла решение выйти причем интересный момент что день независимый здесь возникновение российской федерации вот 72 статья мне правильно подсказывать да я забыл извините вот здесь интересный момент что день независимости российской федерации то есть ее основание он гораздо рачите чем день основания украины соответственно с этим что россия раньше вышла вопрос другой объявляю независимость но вот именно как вы можете объявить независимость выше продолжайте быть зависимыми вы же выжив зависимы от америки ведь уже но смотри интересный момент вот у вас федеративные эти правления и у в америке у вас конституция это слизанная конституция соединенных штатов которые они вам просто передали ваш центробанк создан американцами у вас нет в национальная валюта государственная наш нас есть национальный банк украины у вас билет банка максимально зависимы и в чем зависимость золотая прямая линия вот тут зависит отсюда в более 60 процентов вашего бюджета находится за рубежом в том числе в америке вы как бы уже получили за это бюджета россии находится за границей как он может находиться а как совет может а как а как 30 процентов советского бюджета советского суза находилась за рубежом нахождение бюджет завата в летные резервы золото а завода алмаза как это не бюджет это бюджет это резервы это не бюджет государства нет бюджета то что запланировал потратить на определенные вещи определенную это не ваша типа это не это типа не входит ваша с этой ваши деньги да все это не считается это наши деньги но это не бюджет это те средства которые распределяются на траты я понял это игра слов называется сейчас есть заначка заначка на неприкосновенно а есть тоже ты который получается что ваша заначку у вас отжалить извиняюсь я нет меня сегодня окончена связь до свидания извиняюсь